Главный популяризатор математики в нашей стране, доктор наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук. То есть, представляемый же уровень, да? Но это не все. Он еще ведущий YouTube-канала Маткульт. Привет! А его ролики суммарно набрали почти 19 миллионов просмотров. Алексей Саватеев у нас в гостях. Здравствуйте, Алексей! Добрый день, дорогие тулики! Правильно я сказал? Да, тулики, правильно. Здравствуйте, Алексей! Привет, привет, Алексей! Очень приятно с вами познакомиться. Тоже с большим удовольствием смотрим ваш YouTube-канал. Ужасно интересно, не всегда понятно, но мы стараемся. Ну, там разный уровень есть. Да, там разный уровень. Есть и начальный, и совсем так. Держите. Вот в одном из интервью вы сказали, что проповедуете математику. Объясните, пожалуйста, что вы вкладываете в этот смысл. Можно так сказать. Да, в этом что-то есть. Может быть, это немножко так звучит чуть-чуть на грани, да? Ну, скажем так, для православного человека немножко это чуть-чуть, может быть, даже за гранью, как проповедовать. Можно, ну, можно веру, да? А тут проповедуют математику. Но здесь имеется в виду следующее, что я о ней рассказываю о том, как бы, как я ее люблю, да? И как вот остальные могли бы ее тоже полюбить. Вот. Ну, дальше, как бы, у кого-то эта любовь будет безответной. Ну, бывает в жизни, да, такое? Ну, кто-то больше гуманитария. Ну, гуманитарии, это не... Не, ну, гуманитарии... Дело в том, что это такая стандартная ошибка думать, что... Вот есть такие гуманитарии, они ничего не понимают в математике и очень хорошо знают историю и литературу. А есть такие математики, они, значит, ничего не понимают в истории, в литературе и хорошо понимают математику. Это неправильная, как это сказать, дихотомия, что ли, нет? Это как-то по-другому называется. Проще сказать деление. Противопоставление. Неправильное противопоставление. До революции не противопоставляли. Люди были грамотные, всесторонние, культурные, либо неграмотные и некультурные. То есть здесь не было вот такого. Я вот... Грамотные математики, ну, вот, к сожалению, я в историю не знаю. Такого, ну, как бы почти не бывало. Это было неприлично. Человек, если культурный, он знает, там, все основные области. Тривиум, да? Тривиум. Что такое тривиум? Математика, латынь, древнегреческий, да? Правильно я говорю? Знаете, сейчас в современных семьях часто слышишь, зачем тебе математика, когда есть калькулятор? Вопрос. Зачем нам математика, когда есть калькулятор? Не знаю, кому-то ни зачем не нужна. Но если человек не знает математику, даже не надейтесь. Калькулятором пользоваться это максимум, чем получится. И то, скорее всего, вскоре человек забудет уже, что такое там трехзначное, двузначное число, будет путаться в результатах. То есть он не сможет использовать даже результат работы калькулятора. А уж если говорить о компьютерных программах, да? Любая серьезная компьютерная программа, для того, чтобы ее адекватно уметь использовать, требует максимального погружения в ту область, в которой она написана. То есть знание, собственно, математики в этой области. И если ты знаешь эту область, ты тогда извлечешь из нее пользу. А вот возможно сделать так, чтобы математика была интересна для всех? Ну, я стараюсь. Я стараюсь. Я не могу сказать, что она будет для всех интересна. Но вот я проповедую ее. Я хочу открыть ее для тех, кто вот вчера еще думал, что это какие-то непонятные заклинания, которые его когда-то где-то замучили на уроках или еще где. А сегодня вдруг понял, что нет, это глубокое по смыслу и содержанию наука, в которой есть свой язык, свои коды, конечно. Но за этим языком, кроме букв, стоят идеи. То есть приводные ремни какие-то. И эти приводные ремни, они красивые. Иногда их можно даже изобразить. В геометрии прямо можно изобразить все. В алгебре не так просто. То есть в алгебре ты не изобразишь основные идеи, но когда ты в нее проник, у тебя она в голове сама эти идеи рисует. То есть как бы те, кто не знал, что они математики, вдруг оказывается, что они еще как способны к математике. И бывало так, что я приезжал... Я вот езжу не только в мат-школы, чтобы понимать. Я стараюсь ездить в самые разные заведения. Конечно, я очень люблю выступать перед мат-школьниками. Пришел аудитория. У всех горят глаза, все уже знают, чего они ждут. Все хорошо знают нормальный школьный материал, основной. И готовы к взлету. Эту аудиторию, да, такую аудиторию, конечно, я обожаю. Но я не только к таким ребятам езжу. Я еще приезжаю в обычные школы время от времени. Не математические. И тогда я вижу, что вот он, вот она, вот тут, здесь, здесь, да, вдруг проснулся интерес. Вот так сегодня было. Утром в школе номер 4. Так. В Туле. Сегодня было, да, я провел урок. Было 70 человек. Да, некоторые, конечно, народы видно, что, ну, это не их, они из вежливости, да, сидят. Кто-то так сидел. А кто-то сидит и думает, блин, как сложно, красиво, жалко, я не понимаю, вот что здесь нарисовано, да. А еще человек 10-15 сидит и видит, что, в принципе, это он понять может. Вот, может быть, не прямо сейчас до каждой последней детали, но он сядет дома и он восстановит это. Ну, и вот такие ребята, они подтягиваются, они потом, значит, участвуют в Олимпиадах лучше. Они, как бы, наполнены уже внутренним таким вот драйвом, да, движком. Они идут к этой математике. А вот о понимании, смотрите, вот до Черниговской, поправьте меня, никто не думал, что о мозге можно говорить интересно, а главное по-русски. Понятно. Татьяна Владимировна мой хороший друг. А наша любовь. И очень мы с ней переписываемся, в общем, да, замечательный человек. Как же так выходит, что условно в какой-нибудь соцсети, в маленьком ролике, математику объясняют понятнее, чем в школе? Не, ну это понятно. Вы, собственно, не надо нападать в этом плане на школьных учителей, у них стоит конкретная цель. Им нужно там обучить как можно большее количество школьников в зале определенным приемом. То есть здесь вот не надо ни в коем случае думать, что популяризатор науки может заменить настоящего учителя. Это невозможно. Учитель, он на то, чтобы сделать базу. И сделать ее всем. Сделать добротно. Как при Сталине, грубо говоря. Извиняюсь за, может быть, для кого-то там странную аналогию. Но у нас в 50-е годы, там в 50-е, начале 60-х, математическое образование было не просто самым лучшим на свете. Оно было на голову выше всего, что было. И это до сих пор, этот феномен, он как бы не перестает удивлять, поражать. То есть люди пытаются понять, а как к этому вот можно вернуться? Как бы это сделать? Ответ очень прост. Добросовестный живой учитель. Да. Строгий. Да. Муштрует. Да. Но он знает предмет, и его миссия — это научить. И этого учителя никогда, никакой популяризатор, никакие картинки, никакие завлекаловки не заменят. Но если я прошел, допустим, через нескольких там, вот, через несколько классов у них провел занятия, они потом своего учителя будут слушать совсем по-другому. У них глаза откроются. То есть здесь нельзя ни в коем случае противопоставлять. Я ни в коем случае не для того все это делаю в интернете, чтобы заменить учителя. Наоборот, я хочу ему помочь. У нас самая главная проблема — это учитель. Учитель. И если учителю вернется, ну, как бы вот я ему дам это, да, вдохновение вот запал ему и его ученикам, а дальше само все поедет. А дальше много работы, да, много работы. Роликом одним ты не научишься. Ты можешь заинтересоваться, но научишься математике ты ежедневной, трудной работе. Причем очень нудной иногда. Но надо через это пройти. Или наоборот, Алексей, в сравнении с вами ученик поймет, насколько его учитель не так глубок. Не знаю, не знаю. Я бы вот так не хотел ставить вопрос, честно. То есть ни в коем случае я не хочу, чтобы это было за счет, ну, как бы, чтобы моя, там, какая-то известность была за счет кого-то. Я хочу сделать это на пользу всем учителям. Тогда как вы относитесь к тому, к такому мнению, что надо давать детям не знания, а навыки? Очень плохо. Что не так? Я очень плохо к этому отношусь, потому что люди, которые это говорят, на самом деле сами никогда не сформулируют, чем отличается навык от знания. Никогда. Можете попробовать их спросить при случае. А если они сформулируют, это будет какая-то корявая переформулировка того же самого. И вообще, что значит учить навыкам? Это никто не понимает, что имеется в виду. Что вот взять и сегодняшний, там, компьютер как-то захакерить, чтобы взять, например, кредит, там, или что-то в этом духе. Ну, чему хотят, да, учить? Но, во-первых, это знание вредное. Во-вторых, через два года будут другие компьютеры с другим интерфейсом, и там по-другому надо будет это делать. Даже если ставится цель, чтобы они быстро ориентировались в текущих вот этих программках, все равно подход к этой цели стоит в том, чтобы сделать всесторонне грамотного гражданина, а он уже разберется в этих программах. То есть это как бы нет более разрушительной идеи, чем идеи, которая сейчас высказана, что вот эта вся муштра, она не нужна, мы сейчас научим по-легкому, вот так вот в игривой форме будем, да, вот это несколько, у меня есть даже презентация про это, 10 самых вредных, разрушительных, завиральных шарлатанских идей в педагогике. И там вот это все перечислено. Все, что нам навязывалось 30 лет подряд, это все там просто каталог. Так что ни в коем случае даже не думайте в эту сторону. Знание, умение, навыки. А что делать с ЕГЭ тогда? Ничего не делать. ЕГЭ это контроль, это контроль, ну механизм контроля. Мы же как бы мы за суть, а контроль это вторичная вещь. То есть вот спор вокруг ЕГЭ, что он плохой, хороший, там Бастрыкин выступает, что его надо отменить, кто-то там говорит, почему это нельзя делать. Вот, это спор совершенно вторичен, на мой взгляд. Не все, даже мои сторонники с этим согласны. Некоторые мои сторонники считают, что ЕГЭ все разрушило. Я не согласен, что ЕГЭ все разрушило. Безусловно, ЕГЭ там сыграло деструктивную роль 20 лет назад. Но не потому, что там вот экзамен назвали вот этими тремя буквами, да, заклинаниями. Но в силу там целого ряда причин, в силу на самом деле всего комплекса идей, которые разрушал советскую школу. То есть здесь как бы ЕГЭ как меню там целого набора разрушительных блюд было. Но сегодня, например, ЕГЭ, он считывает знания объективным образом. И будучи упразднен, он в принципе совершенно разрушит уже образовательный процесс. То есть я против того, чтобы сегодня его взяли и упразднили. При том, что да, в свое время там он нанес большое деструктивное влияние. Но самое главное понимать, что это вопрос не самый важный. Самый важный вопрос на сегодня это, значит, учительское положение, в первую очередь, конечно, зарплаты. То есть совершенно чудовищная нищета, в которой живет учитель. Это первое. Второе, это вопрос того, что в результате, то есть все из-за этого происходит. В результате такого положения в педвузы конкурс не очень, мягко говоря, высокий. Идут те, кто плохо, в общем-то, закончил школу, становятся не очень сильными предметниками. И по сути, таких вот добротных учителей у нас остается на всю страну несколько тысяч. И это все учителя из прошлого. Практически боголовно. За исключением Москвы, где зарплатная проблема решена. И, соответственно, в учителя часто идут молодые и способные ребята. Но, опять же, значит, вся система настроена в каком-то смысле против учителя. То есть даже в той же Москве, где прекрасное положение у учителя в финансовом плане, он будет крайним в любом конфликте с учеником. Но это же неправильно, да? То есть ученик имеет право хамить, имеет право там ничего не делать. Его все равно переведут на второй год. Выгнать его нельзя, потому что в школе по коридорам он не должен слоняться. И так далее, и тому подобное. То есть учитель должен быть святым человеком, чтобы в этих условиях работать, да? И он работает. И у нас все равно эти святые люди есть. Но, конечно, если посмотреть на масштаб всей страны из миллиона двухсот тысяч учителей, во-первых, на самом деле нужно полтора, чтобы учителя не набирали по две и больше ставок. И, во-вторых, конечно, нужно, чтобы в учителя шли действительно, ну так, серьезно закончившие, с хорошими предметными знаниями закончившие школу молодые люди и в девчонки, понимая, что их ждет хорошая работа, интересная, высокооплачиваемая и со стабильным положением. То есть надо менять это самое положение уже сейчас. И мне говорят, ну как же так, вот текущим неграмотным педагогам мы что-либо будем платить такие деньги? Ответ, да, эту стадию придется пережить, да. Они станут грамотные, они получат больше времени, они подучатся, следующие придут еще более грамотные. То есть это системная проблема, которую надо лечить, и лечить исходя из единственной верной парадигмы. А парадигма такова. Живой урок живого учителя не заменит никакой новый цифровой там прибор, ролик, навык, не знаю, какие-то там все эти игровые, как я уже говорил, да, манеры. Все это можно оставить во вторую половину дня. На уроке можно показывать какие-то обучающие ролики, но важно, чтобы роль, вот ключевая роль живого учителя, она сохранялась и была так же, как она была 200 лет назад, 100 лет назад, да. То есть вот этот ключевой тезис, он должен дойти до умов чиновников. Когда он их дойдет, когда им вот эти присевшие на уши всякие там игротехники куда-нибудь денутся, вот, и тогда, наверное, начнет меняться ситуация озаботиться положением учителей в нашей стране, тем более, что сегодня это жизненно необходимо, если мы дальше продолжим школу разваливать. Нас ждут поражения на всех фронтах, и военных, и не военных. Так, давайте мы немножко отмотаем. А как, на ваш взгляд, должна выглядеть модель взаимодействия учитель и ученик? Вот мы знаем, да, что учитель намного не имеет права. Некоторая, должна быть некоторая строгость, да, и некоторые, значит, дисциплинарная власть. Да, дисциплинарная власть. Ну, розги — это исключительный случай, если ребенок настолько хамит, что там... Ну, бывает такое, вот иногда смотришь в интернете ролики и думаешь, а кто ему вовремя не дал как следует пощечину? Вот кто, да? А вот никто, потому что никто не дал, потому что это запрещено, потому что за это в суд потянут, да? А если в суде, да, в суде сидит судья, он понимает, что ребенок неправ и достоин был пощечины, да? Он понимает, но он знает, что жизнь так устроена, что если он примет другое решение, его проплющат. То есть эта система, она может быть как бы развернута только сверху. Сверху должен там выступить гарант, не знаю, кто угодно. И сказать, теперь правила игры другие. Значит, хамов мы наказываем, и за это учителю ничего не будет. Вот, то есть это как бы вот когда это будет заведено, да, как порядок, постепенно люди это поймут. Это не год, не два, это долго будет, да? Я помню, как у меня, моя мама ходила в школу дрожа, потому что я опять нахулиганил, ее вызывал учитель, который говорил, не будете его воспитывать, мы его выгоним отсюда, в колонию, да? Ну, я, правда, попал в матшколу потом, вместо колонии. А потом стали профессором и академиком. Да, но вот я к тому, что этот, значит, я не знаю, между прочим, куда бы я попал, ни в колонию или, если бы меня не приструняли, потому что я очень плохо себя вел в школе. И, конечно, вот эта система сегодня, когда, наоборот, учитель дрожит, что на него родитель куда-то подаст там, и родитель будет априори прав, это чудовищная система. И директор, который тоже, значит, из учителя лепешки варит. Ну, не все директора, есть директора хорошие. Давайте вернемся, вот снова перемотаем к теме цифровизации, да? К 24-му году у нас, по-моему, как раз будет использоваться в образовательном процессе цифровые технологии. Вот это стопроцентный минус, на ваш взгляд? Нет, ну, он минус, когда он стопроцентный, я бы переформулировал так. То есть, когда речь идет о замене учителя цифровыми продуктами, и вместо того, что учитель, да, у нас появляются какие-то непонятные тьютеры. Кстати, уже сейчас насильно гоняют учителей на курсы тьютеров. Чем отличается тьютер от учителя? Ну, никто это опять сформулировать не может, это просто по-английски звучит, а раз по-английски звучит, у нас как чиновники устроены? Они все, они все на самом деле, ну, по-честному, все предатели Родины, ну, если правду говорить, да? То есть, они все смотрят туда, вот как за рубежом, так и надо, да? Вот, ну, а, соответственно, как бы, раз тьютер звучит по-английски, значит, звучит красиво. Ну, вот, значит, делаем тьютеров. А дальше учительница спрашивает, вот мне что, писать вот эти тетради на каждого ученика? Именно индивидуальные траектории сегодня, да, проталкиваются. Мне на каждого ученика? Конечно, на каждого ученика. То есть, 30 вот таких толстых тетрадей списывать с индивидуальными траекториями? И тут девушка-тьютер такая, как 30? А в тьютерских классах от 3 до 6 учеников. Занавес. Вот какая гадина сюда это тянет? Какая? Дайте мне, покажите его. И выгоните, пожалуйста, его из всех органов власти. Извините за грубость, но тут ничего другого не скажешь. Давайте поменяем тему, скажите, а вот ребенок с гуманитарным складом ума. Вот, например, Алексей, да? Гуманитарный склад ума. Я. Гуманитарный склад ума. Прекрасно, математика. Значит, вы будете математику понимать гуманитарным образом. А может ли ребенок, если вы говорите, что нету математического склада ума и гуманитарного склада ума, может ли ребенок, который, как все ему говорят, с гуманитарным складом ума вдруг стать математиком? Что для этого должно сложиться? Может. И более того, на самом деле вопрос-то в чем? Куда ему хочется идти? Это же личный выбор. Что такое? Вот сейчас там вот эти все разговоры про индивидуальные траектории. Да они и так есть. Каждый ребенок выбирает себе индивидуальную траекторию. Он получит знания и выберет ее. Ну, кто-то ничего не выбирает. За кого-то, конечно, мамочка выбирает до 60 лет, пока не умрет. Это понятно? Но мы не про такие случаи говорим. То есть нормальный взрослый человек, он 18... Ну, вот ребенок может вполне быть взрослым 18 лет, в принципе, да, и выбрать себе дальнейшую жизнь. А может еще не знать, после вуза выбрать. Но суть в том, что ему больше нравится, там, история, литература или математика, это да, это вопрос. Может быть, ему не хочется заниматься математикой. Но, в принципе, гуманитарный склад ума, еще раз, совершенно не противоречит тому, что человек может понять математику. Просто по-другому, на нее как бы будет по-другому смотреть, ему там, допустим, в начале геометрия лучше зайдет, потом через нее он формулу поймет, да, то есть у него будет другой путь, свой путь погружения, если он захочет. Даже как математик тоже, он может хотеть стать хорошо понимающим историей. Вот я, например, историю полюбил лет в 35. Ну, и как бы мне ее не хватает. Я сейчас читаю книги по истории, я читаю сложные книги, такие, ну, как бы, современных авторов. Не только по истории, я вообще, как бы, немножко свою гуманитарную часть укрепляю, вот сейчас, в возрасте, когда я стал, да, мне вообще кажется, что математика – дело молодых, а гуманитарные области, они как бы больше вот к такому возрасту, как 50 лет, 40 лет проявляются. Ну, ведь зачастую вот как раз и происходит в школе, когда уже выпускные классы, 10-11-й, дается выбор математический класс, либо гуманитарный, и фактически ученики выбирают гуманитарие даже не потому, что не нравится, а потому, что вот, ну, математика не понимает. Это можно, это можно, как бы, не понимают. Это можно признать как неснимаемую проблему, да. Есть такой момент, что гуманитарные области осознаешь обычно к среднему возрасту уже, а математические, скорее, надо понимать в молодости. Есть такой момент, но надо просто его учитывать. Не все противоречия в жизни снимаются, некоторые так и остаются. Алексей, вы говорили, что любой конфликт – это математическая модель. Это ваша прям цитата. Любой конфликт можно попытаться математически смоделировать и сделать из этого определенные выводы, но важно понимать, что выводы, которые мы, математики, делаем на основе своих моделей, могут, например, оказаться полностью неадекватными реальности, когда мы поговорим с содержательными людьми в области. Это бывает, тогда не надо упираться в свою модель, надо ее убрать и сказать, хорошо, где мы набрали, где, вот, вот наши предположения, вот здесь, здесь и здесь. Есть где-то, где вам, как человеку, который знает суть, некомфортно. Я вопрос не задала, я вопрос не задала. Скажите, а исторический конфликт, исторический факт можно разложить с математической точки зрения? Ну, я, на самом деле, отвечаю ровно на него. Я как раз имел в виду исторический конфликт. А вот если мы возьмем какой-нибудь 19 век, начало 20-го, вот с математической точки зрения, какой конфликт вот можно взять и так вот разложить? Обычно военные конфликты... Только военные конфликты? До определенной степени поддаются анализу, а какие-то более сложные я не знаю. Есть один ученый такой, Буэно де Москита, который даже, он претендует, что он там все современные войны правильно разгадал на основе математики, теории игр. Известный ученый испанский. В принципе, в войнах часто понятно, что нужно сторонам, хотя тоже не всегда. Но бывают войны, где понятно, что нужно сторонам. Если это понятно, скорее есть шанс, что мы сможем это математически смоделировать и правильный вывод получить. Но если война идет о смыслах, то уже я не знаю. То есть когда война за ресурсы, тогда скорее математизируемо. Если война за идеи... Великая Октябрьская революция? Нет. Великая Октябрьская революция? Это идейная вещь. Она сложнейшим образом поддрится. Хорошо, отечественная война 12-го года. Отечественная война 12-го года, это тоже война, ну, в каком-то смысле религиозная, это война смыслов. Ну, войны ресурсов от прошлых лет, каких-то там 300-400 лет назад, 19-го века какие-то войны, там, наверное, вполне можно математизировать. А вот когда идет смысловые войны за образ жизни, за там, ну, как бы просто человек воюет, потому что он не может терпеть того-то или того-то, да? Такие вещи не математизируются, веруются, выговорил, наконец, да. Смотрите, вы математик, и говорили, что верите в телепатию. Нет, секундочка, ни в коем случае я этого не утверждал. Я говорю, что я замечал несколько ситуаций, которые мне трудно объяснить без телепатии. Я не верю и не не верю. Точное утверждение было такое. Здесь, наверное, есть какая-то наука, которая пока не открыта. То есть то, что слишком часто происходило, что я о ком-то подумал, и он мне позвонил, это да, и просто по теории вероятности, ну, по теории вероятности, да, шанс на то, что это все было случайно, он исчезающий мал. То есть кажется, что здесь есть наука какая-то, которая пока не открыта, потому что мы просто не понимаем, как к ней подступиться. Но сказать, что я в это верю, неправильно, потому что вера — это вообще про другое, да. Верим мы в какое-то будущее после смерти, да, которое мы не можем сейчас проверить, мы в него верим. А в какие-то области науки, а я уверен, что телепатия, если будет, это будет научная область. В них не надо верить. Они как бы либо будут такое, либо не будут. А вы верите в жизнь после смерти? Да, конечно. Ну, я православный христианин, в этом смысле у нас 2000 лет, что называется, написанных книг, поэтому здесь не нужно придумывать велосипед, изобретать, да, тут все, в принципе, понятно и естественно. Если ты как бы в этой находишься, ну, в этой культуре, да, то, в принципе, понятно все, что дальше будет. А как может ужиться анализатор, рационализатор и глубоко верующий человек? Ну, я вообще не рационализатор. Разве? Я вижу вокруг очень много нерационального, совершенно таких, наоборот, диких вещей, диких поступков и людей отдельных, и целых там континентов и стран. И тут надо понимать, что математика — это точная наука про материальный мир. И ни в коем случае не точная наука про мир нематериальный. Более того, про нематериальный и науки-то нет. И как говорил отец Кирилл Копейкин мне в нашем, вот, скоро будет фильм, он говорил, что, ну, есть две книги, да, две книги, вот, Библия и книга вторая, книга о природе. То есть это, ну, две книги про то, как книги о мире, да, о жизни, о боди. Вот. И здесь наука, она не умеет залезать туда, ну, в нематериальную часть совершенно не умеет. И для нематериальной части существует, соответственно, религия. Вот. То есть здесь совершенно разграничение четкое. Но в науке, в науке мы часто видим присутствие Бога. То есть вот если ты на каком-то уровне очень глубоком находишься, погружение в тему, ты видишь, как там все гармонично, что там ты видишь кисть Творца. Вот. Причем Творца гениального. И в математике это видно уже там с третьего этажа буквально. Алексей, последний вопрос буквально в своем телеграм-канале. Вы написали, что стюардесса в самолете не смогла вам налить три четверти стакана, потому что просто не знала, сколько это. Вот скажите, знание приносит счастье? А не знаю. Может, она и так счастлива. Ну, не налила и не налила. Красивая девчонка, ее не уволят никогда. Ну, неудобно будет, что я не могу, так сказать, с ней договориться про это. Ну, возьму стакан, сам налью. Я не уверен, что знание приносит счастье, если честно. Может быть, и не приносит. Но лично я не жалуюсь. То есть я счастлив. Мне кажется, что я человек в целом скорее, ну там, я не на что как бы сильно жаловаться по жизни. И во многом это связано именно с тем, что я много чего изучал и знаю те или иные науки, знаю, как мир устроен с точки зрения именно научной. И это гармонично дополняет мои там воззрения религиозные. То есть в моем случае знание скорее на стороне счастья, чем на обратной. Ну, может быть, для кого-то это и не так, честно скажу. То есть я могу себе представить художника, которому, если будешь его ломать об колено и заставлять эти формулы все равно изучить и понять, он все это проклянет и перестанет писать хорошие картины. Такое может быть вполне. Я это допускаю. А есть же такое счастье в неведении. Да, да, да. Получается, не работает, да, с вами? Нет, со мной не работает. А вообще признаю, что может работать с другими людьми. Со мной нет. Мне, я предпочитаю понимать все. То есть я когда вижу незнакомое явление, я хочу в нем разобраться. Мне не хочется вот так и оставаться. Мне прям вот интересно, почему, почему вот в эту область там не входили. Может быть, она какая-то запретная в определенных кругах или что-то. Да, я часто задаю неудобные вопросы, потому что миром сегодня правит не наука. Миром сегодня правят повестки. Повестка коронавируса, повестка, значит, какая-нибудь БЛМ, повестка еще чего-то, да? У нас там свой набор повесток может быть. Повестка вот этой вот цифровизации какой-нибудь там или новых форматов образования, да? Миром правят не науки. Это все никогда не доказано и не установлено. Это сказано сверху и велено, чтобы люди как рабы подчинялись, как бараны все это хавали. Так вот, я против этого, и в этом смысле наука, конечно, дает лекарства против этого. То есть человек с наукой, он эти все повестки вскроет и задаст неудобные вопросы, и проклиматическую повестку. По всем вопросам он задаст неудобные, да? Человеку, который вот это все пропагандирует, вопросы, на которые тот не сможет ответить. А почему не сможет? А потому что его не учили отвечать на вопросы. Ему сказано вот быть в этом месте и пробивать. Вот так. И в этом плане, мне кажется, что классно жить с набором предметных знаний, да? На научной основе, потому что ты видишь, где тебя обманывают, где тебя разводят, где тебя куда-то гонят в какое-то стоило очередное, да? То есть ученого не загонишь туда. Субтитры создавал DimaTorzok